Ты один Господь Достоин хвалы Ты выше всех Имен во всей вселенной Ты выше всех Имя Иисус Велик наш Господь Достоин всей славы Честь и хвалы Лишь Тебе Лишь Тебе Лишь Тебе Лишь Тебе Ты целитель мой Ты мой Искупитель Ты моя скала Твое имя Твое имя Иисус Достоин хвалы 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 Иисус, велик наш Господь, достоин сей славы, честь и плава, не жди вверх. Иисус, велик наш Господь, достоин сей славы, честь и плава, не жди вверх. Иисус, велик наш Господь, достоин сей славы, честь и плава, не жди вверх. Иисус, велик наш Господь, достоин сей славы, честь и плава, не жди вверх. Ты мой, Господь, Ты есть любовь, Моя скала, великий Бог, И взлет свой дождь от нас, И взлет свой дождь, Ты мой, Господь, Ты есть любовь, Моя скала, великий Бог, И взлет свой дождь от нас, И взлет свой дождь от нас, Благодать Твоя, Натасия, Благодать Твоя, она шпитом идет с неба, О, Махая, челекарима, Благодать Твоя, Благодать Твоя, ты больше насилия, Ты больше обзавительства, Ты больше этого года, И взлет благодать, взлет благодать, Отношай благодатью Твоей, Кусти-то поздний дождь подалится, О, которого ждут все дотопы! Веков, окончательно! Эй, араба-даба, Жестных вам, И поклоняемся тебе, Кипер лишь тебе, Кипер единому, Кипер, Кипер единому, Моя скамонна, не существует другого, такого, как ты, вечного Бога, в День Который преклоняется всякая царевность. Славься, Господь! Славься! 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 По имя Иисуса Христа! Аллилуйя! Да! Великий Бог! Славься! Славься в наших сердцах! Славься! Славься! Аллилуйя! Ты велик! Изливай благодать свою! И заливай наши сердца, мы хотим понести Твою благодать, Твою благость, Твою милость во все уголки этой земли. Изливай! Поклоняйся Тебе! Поклоняйся! Свой нож на нас! Аллилуйя! Аллилуйя! На нас! Скай на меня! Скай на меня! Изливай! Свою благодать! Аллилуйя! Аллилуйя! Славься! 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 Бог желает излить благодать Свою на Россию! Бог желает излить Свою благодать на Россию! Бог желает излить Свою благодать на Россию! Это воля Божья, это план Божий Это намерение Божье Которого ожидают все народы Не только одна Россия Но этого Божьего намерения Знают люди Божьи И они ожидают по всему лицу земли Что Бог и зальет благодать свою на Россию Бог и зальет благодать свою на Россию Но я хотел бы кодотко объяснить в двух словах Перед тем, как я вас буду приветствовать Благодать Божья не будет изливаться просто так на землю Благодать Божья и зальется на жаждущих людей России И эти люди понесут Божью благодать во все уголки этой земли И человекам это невозможно Но Господу это возможно Поэтому Что бы ни случилось в своей жизни Что бы ни случалось Научись закрыть глаза И смотреть сквозь проблему На его В любой проблеме В любой ситуации Узреть того Который умер за тебя Который возродил тебя к новой жизни Перед которым не существует проблем Просто смотреть верою Не на свою проблему Сусолить ее Смоктать Но смотреть верою Через проблему Отказаться смотреть на проблему Отречься от того Чтобы размышлять Почему это случилось со мной Надо было бы сделать так Нет Надо бы Вот если бы я сделал так Нет Отброс Уже случилось Что бы ни случилось Теперь это проблема Просто посмотри Не на проблему Посмотри Что это воля Божья Чтобы ты узрел по-новому Христа Ты забыл на Него посмотреть Ты давно уже не смотрел Ему в лик В глаза И вот Он пришел К тебе потряс Твою жизнь Чтобы опять ты встретился Дай Боже Я благодарен Ты Бог мой Ты не оставлял И не оставишь меня Я взядаю на тебя Я тот человек А который Ты сказал Что мне нужен человек В России Мне нужен человек Который находится Возле Волги Града В Михайловке Возле Волги Града Река Волга Коснулся Тебя С Альфидином И просто походил И просто походил И даже ничего не говорил И посмотрел На кратчайшего человека Вашего пастыря И такого смиренного Перед Богом Но такого могущественного В духе Моя вера Потому что Бог Бизнесмен С Альфидин вообще Мало говорил Говорил только о пастыре Говорил Что он очень Замечательный пастырь И я не знал Пастырь Василий А что за церковь Я говорю Я не знаю Он говорит Это пятидесятническая Или какая Я говорю Я не знаю Ходят в кациночках Или по домам Собираются Или нет Просто я чувствую В духе Что Бог влечет И я хочу быть там Куда Бог меня влечет И сегодня я весьма Сокрушен в духе Потому что я вижу Патротческое Слово Божие исполняется Что Бог верный Что Бог верный И никакие силы ада Они не смогут Остановить Намерение Божьего Никакие силы ада Бог верный Весь народ ожидает В Америке ожидают В Англии ожидают В Германии В Израиле Везде ожидают Когда Россия Проснется от сна Духовного Когда Бог И зальет Обеченное Слово На Россию И пойдут Эти потоки Живительной воды Как раз у вас церковь Находится На Волге И град Михайловский И церковь истина Истинный источник Животворящей воды Он должен Разлиться Ты должен Ты должен Не иначе смотреть Как Бог Должен Просто действовать Через тебя Ты слишком Великий Для только Михайловки Поэтому не смотри Так на себя Что да Ну и у нас Михайловки Ты велик Слишком для Михайловки Одной Поэтому Бог Хочет Использовать Тебя далеко Далеко За пределами И сейчас Я хотел бы Чтобы Присядьте Пожалуйста Пастырь Василий Пришел Поприветствовал Вас Это Управляющий Ипатхи Четкасской области Бухтай Спасибо Церковь доброе утро Такие вы все Улыбаетесь На самом деле Мы приехали Вчера Вечером И уже Побывали мы здесь Переночевали И вот уже Утром У меня Созрело Такое Вывод Что если бы Эта церковь Была бы На Украине То я бы Сказал бы Просто Благодать Просто Благодать Божья А так как Она находится В России То я скажу Тут Благодать На благодать Это правда Очень кроткий Уже Епископ Сказал Очень кроткий Ваш служитель Прекрасный Пастор Прекрасная жена Прекрасные Детки Я немножко уже так Увидел Вижу папины Мамины идут Дотя папина Видно Знаете Очень Слава Богу Но я хочу Я хочу вам сказать Друзья То Что Сегодня Я Не мое Время Проповедовать Я вас Просто Приветствую Но Сегодня будет Служить Епископ Я хотел бы Сказать вам о том Что это разные Люди По характеру Ваш Ваш Очень Спокойный Служитель Но В духе Помазанный Епископ Он огонь Такой Но Очень Помазанный И поэтому Я не хотел бы Даже И столички Забирать Времени На Внимание На себя Для меня Огромная Честь Просто Сегодня Сидеть И слушать Это правда Да благословит вас Господь Аминь Аллилуйя Спасибо Спасибо Василий Не знаю Что делать Немножко Рассказать За себя Или Прям Сразу Проповедовать Немного За себя Да Я родился В семье Пятидесятников В третьем Поколении Священник Мой дед Покаялся В двенадцатом Году До революции Служил В православной Церкви До двенадцатого В двенадцатом Покаялся В тринадцатом Его помазали В благовестнике В ХВЕ Он Изгонял Бесов Позже В тридцатом Году Он крестился Духом Святым Со знамениями Иных языков И Затем Он был Пресвитером Уже В начале ХВЕ Потом был ХВЕ Пятидесятник В городе Чистяково В начале Он покаялся В Киевской Под Киевом В город Городыще Есть такое И затем Он Каким-то Образом Попал На Чистяково И здесь Это Что такое Торез Это Донбасс А я сын Донбасса Донбасс Это Екатерина Она Сделала Место Пустыню Такую Степь Сыльным Городом Насадила Там город Для тех Неугодных Людей Которые Плохо Вели себя В России И во время Советского Союза Туда Всех Выселяли Там Много Химиков Химики Это не Звери Это люди Которые Отбывали Наказание На На работах Трудовых Таких Ну Как бы Свободно Отмечались В общежитии И мой отец Точно так Попал туда Он Десять лет После войны Он Отбывал В концлагере Советском После Немецкого Ему Он встретился С Хорошим Баптистом В плену Который Сказал Когда освободись Если Выживешь Тогда найдет церковь Он нашел церковь Там был дед мой Пресвитером Влюбился В мою маму Появилось Восемь детей И вот Сегодня Я Средний Пятый Являюсь Пастырем Все мои Родственники Вместе с мамой Маме Восемьдесят девять лет Она живет В Америке Чувствует себя Прекрасно Благодарит Бога Говорит Не представляю Что же будет на небе Когда мы здесь Уже так живем Для стариков Там жизнь Очень хорошая Очень хорошая Для стариков Жизнь Там просто Не чувствует себя В восемьдесят девять лет Мама До сих пор Помогает мне И молитвою И благословениями Всем И Вот сегодня Я являюсь Атхиепископом Продезинственной Церкви Украины Мы Мы верим Что Бог И зальет Свою благодать На славяне На Россию Украину Киевскую Русь И Беларусь То есть Захватит И зальет Эту благодать Мы верим В это И мы Раньше Делали Очень много Как Моисей Я был Я видел себя Моисеем Когда ему Бог сказал И он понял Что он выведет Народ из Египта Он взял И пошел Начал убивать Египтянина То же самое Я делал Я делал Вручную Пробуждение На Украине То есть Без Духа Святого Мы ставили царей Управляли Пытались А все И слава Богу Живы Невредимы По сей день Милостью Божьей Мы покаялись Я покаялся Все Некоторые еще До сих пор верят В это А Бог Начал двигаться Совсем с другой стороны И чтобы вы не слышали О Украине О Януковиче Что он плохой Что он под Россией Януковича Никто под себя Не запхнет Чтоб вы знали Он просто Янукович Его кличка Была Хам До сих пор У него есть Нарко В зоне Где Как музей Сделали В той зоне Где он сидел Он управлял Бараком Зоной Руль И там Написано Сделали музей Трафарет Здесь Сидел Президент Украины Такого В истории Не было Нет и не будет Не повторить Две судимости Для кого-то Это Ну Какой-то Это А у меня Он в кабинете Висит И кто не зайдет Я говорю Я не перестаю Удивляться Этому человеку Как он Без Бога Из бандитов Мог стать Президентом Без Бога Я с Богом Не могу Говорю Такого сделать А он Без Бога Сделал Такое Потому что Это нелегко Это система В которой мы были Мы живем В посткоммунистическом Где Зэки Они вообще Были людьми Второго сорта И Стать Это все равно Что Протестант Станет Евангелист Станет Президентом Это То же самое То есть Он смог Пробиться Утвердить И сегодня Возле него Есть Протестанты Советники Которые Которых Он прислушивается Которые На самом деле Хотят Добра Для Украины Дают ему Вот эти Ведения В которые Мы верим Откровение Что Бог Имеет Намерение Через Украину Россию Беларусь Излить Свою Благодать И Внушают В него Веру Живого Бога Как Кир Царь Когда пришел К правлению То Даниил Пришел И объяснил Ему Ездра Взял Исследовал Писание И понял Что это Время Объяснил Киру И в первый день Первый год Царя Кира Там Начинаются Такие Благодать Исходят И Бог Говорит Царь Кир Помазанник Мой А помазанник Мой Он не был Тем Кем мы бы Сказали Это помазанник Он был Обыкновенный Язычник Он никогда Не служил Богу Он поклонялся Язычникам Но он Как никто Другой Исполнял Протрочества Реченое Исаии И Иеремии Он исполнял Он дал все Чтобы Ездра Пошел Дал золото Дал благословение Дал повеление Что никто Не должен Тронуть Вот Потому что Он понял Что вот это Бог сказал Именно об этом Человеке И еще не было Киров живых А Бог Уже через Исаию Утверждал За много лет Что Кир Помазанник Мой Это вообще Божественная история Сегодня советник Рядом стоит И дает Пророчество Которое Пророчествует О Украине О России И о Белоруссии Говорит Вот видишь Царь У тебя есть Исторический момент Ты можешь Это выполнить Ты можешь Это исполнить Да не все так Некоторые Читают вообще Президента нашего За дьявола За черта Верующих Со мной Даже некоторые Епископа Не здороваются После того что я Якобы за него голосовал Я вообще на голосование Не хожу Потому что У меня нет времени Я живу в другом городе Ездить Просто проголосовать Я просто знаю Кого Бог определил Я почусь Молюсь Того Бог и поставит И поэтому Вот в этом Мы сегодня Живем И движемся И все что мы Пребываем Сегодня в каких-то моментах Это уже не то Чтобы бегать По улице И Провозгласить Кто будет Президентом Агитировать Кого-то Мы делали Лучше церкви На Украине Это никакая Партия Не могла бы Сравниться С активностью Церквей На Украине Правильно Это или Неправильно Для меня Это хороший урок Если бы я Заново жил Я прошел бы Именно этим путем Потому что Я то Что оттуда вынес Я никогда бы Не прочитал бы Это в книге Ни в какой бы книге Потому что У нас есть пословица Лучше учиться На чужих ошибках Но почему-то Каждый Учится на своих ошибках И поэтому Не бойся Ошибаться Верви Иисуса И ты Тот Великий человек Муж И женщина Божий Который Бог избрал Позволь Себе Ошибаться Просто И ты увидишь Как ты будешь Нравиться Богу Какая благодать Будет действовать Через тебя Отбрось Свою гордость Отбрось Свой дешевый Авторитет Который ты имеешь И не Держись за это А позволь Богу Просто Вести тебя Через ошибки Через проблемы К той Славной цели Которую Бог Определил Для тебя Галилуя 2011 год Протестантская церковь Украины Она обозначила Годом Христового Просвещения Год Христового Просвещения Можно еще Или Христово Просвещение Еще книга Иоанна Названа тоже Годом Христово Просвещение Не годом А книгой Христово Просвещение Или Книга Которую Обозначают Все богословы Орла Орел. Вы слышали такое слово? Орел. Не петух, орел. Орел? Почему орел? У меня есть слово такое, которое потрясает. Я уже не одно служение проповедую себя и сам удивляюсь тому, что Бог как движется сегодня. Это записано в Псалме. Я перехожу уже плавно к проповеди. В 79 главе, вторым стихом. Я хотел бы перед тем, как я буду проповедовать, чтобы мы закрыли глаза свои, положили руки свои на голову и сказали, Господь, открой мой ум для понимания Слова Твоего, для размышления над Словом Твоим. Помоги мне, Духом Святым, размышлять над Твоим Словом, животворящим Словом. Аминь. Благослови уста проповедника. Говори в мое сердце через уста проповедника. Помашь его уста. Аминь. Аллилуйя. И здесь написано. Тема моей проповеди взята из этого стиха. Восседающий на Херувимах. Явись сам. Восседающий на Херувимах. Явись сам. Псалмопевец Асаф. Псалмопевец Асаф. Говори восседающий на Херувимах. Явись сам. Псалмопевец Асаф. Говори восседающий на Херувимах. Явись сам. Вот это дух был у этого Псалмопевца. Восседающий на Херувимах. Ты тот, который вел народ свой. Как Иосиф ведет овет своих. Ты тот, который направлял народ свой. Ты восседающий на Херувимах. Явись сам. Я не знаю, но когда Бог мне начал показывать, вот это, что значит «восседающий» на Херувимах, когда я начал лицезреть в этом откровении, в этом слове, дух этого слова, я думаю, Боже мой, сколько лет мы думали, что мы «восседающие», а Он Херувим, Он осел, Он лошак, который должен меня привести в мое благосостояние, в мое здоровье, в мое процветание, в мое устроение. И Бог говорит, нет, 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 Он «восседающий», не ты, не я, Он, имя Его «восседающий». Сколько раз церков хотелось сделать себя «восседающий», а Его Херувимом пришло время для того, чтобы в Россию явился Он Сам, стать тем, откуда Он является. Это место явления Бога в эту землю. Что это за место? Херувимы. Восседающий на Херувимах. Помните, у евреев был ковчег Завета? На ковчеге Завете было, кто-то подскажет, не слышно, Херувимы. Херувимы. И Бог являлся посреди Херувимов и говорил к народу израильскому. Помните или нет? И Он направлял. И они таскали этот ковчег с Херувимами. И когда им нужна была проблема, они ставили, они что-то делали, чтобы Он явился. И Исаф, он понимал, откуда Бог является. И он видел проблему. Он говорит, восседающий на Херувимах, явись сам. Затем первый, который увидел в это откровение, это не мое откровение, оно мне помогло быть моим, некоторые люди. Это был Августин. Это был Ириней. Второй век. Отец Ириней, епископ Ириней Леонский. Это были Тертуриан, это были Киприан, которые говорили. Это Херувимы. Четыре Евангелия. Откуда является сам Бог? Это пророческое предзнаменование. Потому что у Херувимов было четыре лица. Одно лицо человеческое, одно львиное, одно быка, одно длинное. Львиное – это Матфея. Человеческое – это Марка, потому что оно настолько человеческое, Евангелие. Может быть, вы не обратили внимание, что обычно, когда раздают одну книжечку для новообращенных, Евангелие от Марка. Вот я помню, с 90-го года мы раздали их миллионы, этих книжечек, Марка и Иоанна. Матфея не было и Луки не было. В основном Марка и Иоанна. Марк – это совсем человеческое Евангелие. Оно настолько простое, оно не похоже на Матфея, где мужики рожают мужиков. И начинается, там, Афраам родил мужика, мужик родил мужика, и погнали, и все люди родают. Какой-то львиное какое-то. И в конечном счете родили льва из колена Иудина. И они говорят, это лик льва. Матфея – это лик льва. Марка – это лик человеческий. Луки – почему оно лик быка? Начинается с Захарии. Он делает жертву за грехи всего человечества. И здесь является сама жертва. И она отображает жертву Христа за все человечество. И затем Иоанна. Когда я понял эти вещи, что Иоанна было написано сто лет спустя. Марка, Матфея, Луки было написано между 30-ми и 40-ми годами. А Иоанн пишет в 90-е и 100-е годы. Больше богословства в 100-м году было написано, Иоанн. Старец. Детали, в деталях описывают. И его называют Иоанна лик орла. Почему? Потому что только орел может смотреть на солнце, прижурив свои глаза, навев резкость и идет на солнце. И он не закрывает глаза. Все остальные, никто из живущих на земле, не может смотреть на солнце. Без какой-то помощи. Открытыми глазами. Поэтому никто в небе, который появился, не может убежать от орла. От других хищных птиц могут убежать. Птицы, они текают на солнце. Потому что на солнце не могут смотреть птицы. Но только не от орла. И поэтому орел, это был прообраз Иоанна, который всмотрелся в образ Бога и увидел то, что никто до него не видел. То, что никто до него не видел. И когда ты читаешь Иоанна, то ты понимаешь, что он восседающий на херувимах. И приходит одно только в духе. Явись сам! Явись сам! И здесь он описывает явление, как Бога в эту землю. Никто, как Иоанн, описывает явление Иисуса Христа. Он говорит, что Слово Божье, оно снизошло на эту землю, воплотилось в образе человека, поставило шатер, начало жить и научать жить людей. Эй! Аллилуйя! Понимаете или нет? В то время, сегодня как-то оно не очень так, а в то время, когда Иоанн писал, это была великая проблема. Ее называли гностицизм. Что это такое? Христианство смешано с философией, греческой философией. Греки считали, что мир, в котором они живут, мы живем, это мир копий, это мир поделок, это мир теней, это мир несовершенства. Но они не знали Бога, они не знали Иисуса, но они считали, что существует реальный мир, реальная жизнь, реальный свет. Все есть реально, а вот то, что мы имеем здесь, это просто тени. Поэтому мы мучаемся, скорбим, болеем и даже умираем. И здесь Иоанн отвечает на проблему того мира. И он говорит, реальная жизнь явилась. Реальный свет явился для просвещения всякого человека, приходящего к нему. Реальный свет явился. Реальная жизнь есть, существует. И она явлена как образец для подражания. И это, имя Его мы все знаем. Не слышу. А ну громче, не слышу. Иисус! Имя Его! Боже мой, не слышу. Имя Его! Ты можешь встать на ноги и закричать, Иисус! 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 Это моя жизнь. Аллилуйя! Присаживайтесь. Для чего же явилась эта жизнь? Святые! Смотрите, это принцип Царства Божьего. Восседающий на херувимах. Явись сам! Херувимы, это четыре Евангелия. Четыре Евангелия, это явление Бога Христа на эту землю. Бог, придя в лице Христа на эту землю, Он открыл истину совершенного Бога и совершенную жизнь. Однажды, маленькая девочка, когда смотрела Содом и Магомора, мультфильм, и она сказала маме, она говорит, мама, это был Бог до того, как Он стал христианином. А потом, когда Он стал христианином, Он стал уже добрый, Он никого уже не убивал. Это понятие людей, это не понятие Бога. Бог всегда был Бог любящий, Бог добрый, а люди всегда были злые, они были настолько злые. Он стоит и умоляет, придите на гору. Они отказываются, все говорят, пусть Моисей только идет на гору. И все, что Он скажет, а мы будем заниматься своими делами. И они отказались идти на гору в присутствие Бога. А Бог всегда, во все времена, Он страстно желал тебя в свои объятия, чтобы ты пришел, чтобы ты начал дышать им, чтобы ты начал наслаждаться им, чтобы у тебя получился интим, чтобы тебя манила тайная комната общения с Богом, потому что только в тайной комнате реальная жизнь, настоящий свет, настоящее удовлетворение, настоящее исцеление, божественные чудеса и знамения. Эй, ты, являющийся на херувимах, явись сам! Понимаешь или нет? Если верить этому пророческому откровению Астафа и тем пророкам Божьим, мужам Божьим, которые сказали, что четыре Евангелия это и есть херувимы. Четыре этих херувима. У них по четыре крыла, у них глаза везде не видят. И вообще, если служение ангелов или отхангелов посылать, что-то делать, выполнять послания, данные Богом, то служение херувимах, когда куда они приходят, явление херувимов, это предтеча явления Бога. Сейчас Бог туда придет. Там, где приходят херувимы, это они предтеча Бога, самого Бога. И поэтому Бог видит сегодня, говорит, те, кто люди, внимая им, внимают, четырем Евангелиям, они всматриваются и видят в этих Евангелиях лик Христа, который явил, лик льва, лик человека, лик быка, лик отла, которые начинают видеть настоящего Христа. Они начинают жить настоящей жизнью Христа. И когда Христос является в их жизнь, то Христос чудотворец, Христос, тот, который есть ответ на все жизни, трудности человеческие. Христос! Мы слишком много брали на себя. Вот в 12-м году мне будет как 30 лет, когда я служу Богу. И вот 20 лет я праздновал, как я уже пасторем, пресвитером. Нахожусь в служении Богу. И 30 лет, как я пошел за Богом, покаялся, хотя я родился в верующей семье. У меня была трудная такая жизнь, я не хочу не говорить, 4 года зоны, как Юрия Януковича, мы с ним как братья, похожи. Поэтому, если я куда-то прихожу в правительство, они говорят, что я сектор, я говорю, мы братья, мы вместе с ним сидели на зоне. И если вы знаете по понятиям зонов, вам будет нехорошо. Поэтому постарайтесь решить эти вопросы до того, как он об этом узнает. До того. Я даже не думал, что сидеть в зоне, это для меня, я стоял плавание, ай, как я не хотел. А как круто сегодня для меня, что у меня в прошлом есть 4 года зоны. Это уважаемые люди на Украине. Это уважаемые. Для некоторых интеллигенции это вообще позор. Янукович, это хорошая личность. Представляете? Это ужас. Они учат, показывают в школе. Мне же интересно. Я в школу прихожу, как директор говорит о президенте. Как это, и как будто он никогда не сидел, как будто он это. И так все уважают, так это. Хорошо, мы отошли немножко от этого. Эй, ты, являющийся на хитрубимах, яви себя! Понимаете или нет? Нам не надо. Где Бог вообще не желает и не хочет, чтобы мы делали пробуждение на этой земле. Бог не желает этого. Это функция Его. Наша функция принести, чтобы Он явился. сегодня Бог смотрит на тебя, если ты читаешь и внимаешь четырем Евангелиям, ты становишься тем хитрубимом, на котором восседает Христос, который являет Христа. Я могу тебе доказать на основании этого Писания. Потому что Христос сказал, я свет миру. Восьмая глава, тридцать второй, конец стих. Кто последует за Мною, не будет ходить во тьме. Затем Матфея 5, глава 14 стих, Он говорит, вы свет миру, те, которые последовали за Мною, Он говорит, вы свет миру, и не может город укрыть состоящий на ветку горы, и зажегшую свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и так досветит всем в доме, дабы они видели наши добрые дела. И Аллилуйя! Другими словами, те люди, которые начинают зреть, Христа, они начинают сиять. Они являются светом. Ты не можешь быть светом, ходя просто в церковь и слушать только пастыря проповеди. Должен настать момент, когда ты полюбишь этот свет истинный, имя которого Слово Божье. Иисус стал Словом Божьим, был на земле, ему дали имя Иисус, и затем он вошел, и в откровение Иоанн говорит, имя Его, я видел восседающего на лошади, он ехал, и имя Его никто не дано было знать, но затем он говорит, имя Его, Слово Божье. Имя Его, Слово Божье. Когда до тебя начинает доходить, что Христос это Слово Божье, что читаешь Слово Божье, ты идешь в интим к Иисусу, который умер за тебя на кресте, который пострадал за тебя, который явил себя тебе для той цели, чтобы ты был истинным светом в этой земле, реальным светом. Люди устают жить во тьме. Вы даже не представляете, я жил шесть лет во тьме. Я жил шесть лет во тьме. Я боялся спать без вот этого света. Два года. Я думал, что меня кто-то заколит, зарежет. Я боялся. Я настолько был страхом, я столько зла много сделал за эти шесть лет, когда я отошел от Бога, что я боялся свадьбы света. Я ходил во тьме, все, что я делал, я не хотел, чтобы кто-то видел, все дела мои были скрыты во мраке. Я делал подлянку за подлянкой, убивал, ну не физически, а сжирал словами одного за другим. Зачем я это делал? Я жил во тьме, но я уставал. Но Бог принес в эту жизнь реальный свет. И если я бы не видел света истинного, я до сих пор проходил во тьме. Я бы мучался во тьме. Но кто я, ведь свет в Михайловке, кто я, ведь свет в России. Люди мучаются во тьме. Вы думаете, они такие крутые, они такие дерзкие? Они мучаются. Вы знаете, как они спят? Вы знаете, как они встают утром? Вы знаете, что у них в жизни, в доме, в домах их творится? Они ищут свет. Но ты скрываешь, ты скрываешь, Бог зажег тебя, ты ставишь его под сосудом. Ты боишься просто светить. Тебя Бог не посылал делать пробуждение. Бог не хочет, чтобы ты шел и что-то делал. Он хочет, чтобы ты жил Христом. Жил Христом. И когда ты будешь наполняться, люди сами придут к свету, восходящему над тобой. А задача церкви, это пророчество Исаии, 60-й главе, он говорит, восстань, светись, восстань, восстань власть из своего гроба. Это дословный перевод. Восстань, это ты должен просто возненавидеть свою жизнь и воспрянуть, сподняться. Восстань. Для чего ты должен восстать? чтобы усмотреть Евангелие Христа. Не букву закона, но Дух Слова. Ты должен узреть Дух Слова. И когда ты будешь узреть Дух Слова, ты начнешь светиться. И слава Господня явится над тобою. И узрит над и потянутся над и к свету твоему. И цари к восходящему над тобою сиянию. Это реально пробуждение для России. Это реально. Если ты не знаешь проехать по России, тьма кромешная. И твой светильничек, твоя свечечка, она озарит такую пустоту. Только тебе не надо прятать под сосудом. Тебе не надо залазить под кровать. Ты должен просто встать во весь рост и не стыдиться своего предназначения. быть светом в темном мире. Быть светом в темном мире. Свет задача света. Мне понравился один великий проповедник. Он говорит, что мы должны проповедовать везде. В трамвае, в троллейбусах. Мы должны проповедовать на работе с соседем везде. Если понадобится сказать пару слов. вы поняли? Кто-нибудь что-то понял? Кто-то что-то понял? Мы должны быть светом. Мы все перепутали. Мы живем как черти, а проповедуем как ангелы. И поэтому мы извратили Писание и написали великое подручение вот так. Идите и проповедуйте Евангелие. Это извращенное Писание. Я отвечаю за свои слова. Я не еретик. Сегодня люди там, где живут, они боятся рот открыть. Потому что их дела закрывают им рот. И для того, чтобы проповедовать, им надо поехать в другой район своего города, чтобы проповедовать Евангелие. Идите и проповедуйте. Да пошли вы. А там написано вот как. Живя приобретайте. Это меняет весь ход. Это дословный перевод. Живя не идите. А если идите, то можно перевести по-другому. Когда вы идете по жизни, чтобы ваша жизнь приобретала людей. Это вот это слово там было. Но не просто, как мы это понимаем. Идите. Так что не надо идти от дома к дому. Обязательно надо. А что это не надо выходить на улице проповедовать? Обязательно надо. Почему? Я херувим. Я чувствую себя херувимом. Просто это тебе не надо. Если мне Бог говорит, это мне надо. Если тебе Бог говорит, это тебе надо. Ты херувим. Он говорит, приведите ко мне того осла молодого. И поэтому сына подъеремного, может быть, ты тот молодой осел, сын подъеремного, дочь подъеремного, на которую никто никогда не садился. Ты такой бордачий, ты такой козлиный, ты такой просто но нет. Он говорит, приведите его ко мне. Приведите его ко мне. Приведите его ко мне. Зачем приведите ко мне? Бог сядет на тебя. Воссядет, но не воссядет на тебя. Он не может воссесть, если ты не восстанешь для того, чтобы сиять. если ты не восстанешь, ты никогда никто не сможет исполнить Писание. Я вот 30 лет с Богом, я могу быть искренне с вами открытым, я не могу исполнить Слово Божие. Я не могу. Я по 40 дней постился, чтобы изменить свой характер. И как только пост заканчивался, я становился еще хуже, чем был. еще хуже. Еще хуже. Когда я был в посте 40 дней, я был как ангел, как Луки от книг, как будто жертва Господня. Такой еле дышал, еле... Я понял, когда мне надо идти к правительству, мне надо в посте идти, чтобы на них не кричать. Когда я не кричу, я прихожу, прошу. Ну, не потому что, я голодный просто. И такой, Господи, прости, я хочу, чтобы это, а я был такой по натуре, по своей, не успел подумать, как уже кого-то обидел. И думаю, Боже, я ухожу и плачу. Ну, зачем я сделал? Я же христианин, я так не могу делать. Пощусь, молюсь. Во время поста ничего зло не делаю. Пост закончился. Помню один раз, я только освободился из зоны такой, хотел к Богу поближе, до этого у меня были две сестры, еще дома жили, и мама, и я вместе с ними. А все уже замуж, женаты. И мы идем в сослужение. Зима, снег такой пушистый, четверг, вечеря было любви Божьей, Господи, причастие было. И такое настроение, представляете, я как одни слова мало, когда слышу. меня такой, и тем более от 40 дней отпустился, только что недавно закончил, такой счастливый. Покушал, конечно же, причастие, слово послушал, ну все, классно. И идем, и идем, я, мама, сестра Валя, это моя сестра, она сейчас замужем за, вот слышали такой, Владимир Леонидович Ушкевич, в политике в Украине работал, депутат Верховной Рады, сейчас он рядом с президентом Украины, советник Клюева, то есть Клюев это очень большая личность, третий человек в стране, и они как братья, очень близкие отношения. И она идет, она тогда еще не была замужем, сейчас бы я пьел, конечно, не стукнул бы, а тогда у нее не было мужа, и мы идем, и я говорю, такое служение, такое проповедь было, она идет, тю, Вася выделывался по-своему там, на пастыре, так она говорит, я говорю, Валя, я остановился, я говорю, перестань, я говорю, нельзя так, она, ой, и опять что-то, я ее, как дам ногой, как, как дам, и мне так плохо стало, вы даже не представляете, я постился, я молился, я причастился, я послушал проповедь, еще даже домой не дошел, от собрания, и уже столько наделал зла, отошел, они пошли, я пошел, зашел в луп, сижу и плачу, Бог, я не хочу этого делать, почему я это делаю, я постился, я молился, что мне еще сделать, я не хочу это делать, иди кайся, не пойду, она первая, иди кайся, Валя, прости, пошел вон, и дальше ее бить, и вот такие вот, может с вами такого не было, это только со мной может такое происходить, может это только со мной, я видел себя, как в Писании, говорит, ты лошак необузданный, которого нужно в челюсть вкладывать, иди кайся, и я просто не отходил от Бога, я делал просто плохие вещи, но потом, когда я начал, научился прикасаться к Богу, просто брать и зреть его лиф, переживать Бога, в тайной комнате, уединяться с Богом, просто уединяться, и чувствовать, что он касается меня, я начинал видеть, зреть, какой он, я стал, даже я не заметил, как я стал похожим на него, стал его совершенством входить, сегодня, я говорю, Господь, я знаю, что слава Твоя, она надо мною, и слава Твоя, она явилась надо мною, с той целью, чтобы тьма рассеялась в моей жизни, чтобы тьма ушла, чтобы я стал светом Твоим, чтобы я не был тьмой дьявольской, чтобы я был светом Твоим, чтобы люди видели сияние славы Твоей, потому что я тот, который являет Христа в эту землю, это глубокое мое смирение, когда я был годный, я боялся говорить такие слова, если бы я сказал слух, я бы сам бы убежал от этих слов, и потом взял бы неделю поста, и молился, что я так вот выскочил, а вляпнул такое слово, а это воля Бога, а тебе, чтобы Его слава явилась на Твоей жизни, потому что, если она не явится, слава Божья, потому что ты хирургим, ты тот, который должен являть Христа, в эту землю, в это место, там, где ты находишься, на работе, ты говоришь, вот я в больницу попал, а в ветрущие мне стыдно, в ветрущие не должны болеть, да ты в больницу попал, потому что ты здоровый, туда никогда не ходишь, а Бог хочет, чтобы ты и там-то поведовал, почаще ходи здоровый, не будешь меньше болеть, будешь. Бог хочет, чтобы ты являл Христа везде, не только в церкви, в церкви мы такие беленькие, пушистые такие, халилуя, халилуя, как на выборах у нас Юля Тимошенко, она, ну, не все, не только Юля Тимошенко, все они, хоть Путин, хоть Медведев, хоть Юля, все они одинаковые, то есть у них два лица, у ангелов, у ангелов четыре лица, чем мы отличаемся от мира, у них два лица всего, и поэтому Иисус говорит, берегите закваски фарисейской, саддукейской, которая есть в лицемерии, то есть Юля Тимошенко, любит и другим, а микрофончик не выключили есть, и она сходит со сцени, аж скотины, твари, как они мне надоели, как они все эти скотины, твари надоели, ну, отмотаться по стране, представляете, она тварь внутри, а давно выходить овечкой, любит и другим, халилуя, ну, это ужас, это маскарад, и поэтому у этого мира два лица, а у людей в церкви должно быть четыре, и мы не должны перепутать, общаясь друг с другом и с миром, у нас должно быть лицо человеческое, не лицо львиное, мы не можем перепутать, у нас должно быть лицо человеческое, когда мы идем против сатаны, против проблем, у нас не лицо человеческое, мы не говорим, дьявол, отодвинься, пожалуйста, уступите, пожалуйста, у нас лицо львиное, ты подлый трус, выходи, и мы те, на которых восседает Христос, что касается посвящения, служения полы помы, мы теленок, мы жертва, мы посвятили себя на служение Богу, мы жертвенные агнцы, и чем мы, если мы злим, а почему я, как почему ты, это же тебе честь выпала, быть жертвенным агнцем, и когда ты будешь понимать, ты будешь все делать с радостью, ты будешь молиться, для тебя молитва будет, это не просто отбываловка, будет молитва, ты поймешь, что ты тот, через которого Бог является в эту землю, и когда ты читаешь Евангелие, или берешь Слово Божье в руки, это не снотворное, что перед тем, что ты не можешь уснуть, взял Библию, только взял и уснул, это не снотворное, это Дух, я хочу, Господь, зреть, дай мне этот взгляд от лад, наведи мне резкость, я ничего смотрю в книгу, ничего не вижу, помоги мне видеть Дух Божий, Дух Христов, не букву закона, а Дух животворящий, а животвори Слово, я вижу, оно цепляет мой Дух, оно касается мою душу, но я не могу понять, мы смотрели вот недавно на уединение, это место вот, просто я не могу все вам передать, вам просто надо в Библию смотреть почаще, и здесь вот смотрите, в первой главе, вот уже софидин был мы, в первой главе, но только мы дошли до 8 или 9 стиха Иоанна, а сейчас вот мы не можем окончить первую главу Иоанна, уже мы смотрим в нее, смотрим, молимся, читаем вслух, медитируем, мы созерцаем, потом узрим, мы это, молимся Господь, и потом вот сидит у нас человек 30, 40, 50, на молитвенную, почему-то в церковь на молитвенную не приходят, как в воскресенье, и понятно почему, потому что харизма, она больше нас сцепляет, мы всех внутри харизмат, и халилуя, даже если мы косыночки надеем, мы все равно, я помню, когда я был в 50-й церкви, потом меня, они на меня ругались, а вместе мы молодежью идем, они все только выйдут, девушки, губы накрасят, а мы на церкви, а потом они меня обзывали харизматом, я говорю, а у вас тогда что, хари? У меня хоть харизма, а у вас? Я говорю, ну это внутри, во всех, просто чтобы это не стало Богом, чтобы мы не на это зрели, а зрели на Христа, чтобы видимое для нас стало вообще незначимым, а невидимое стало значимым. И смотрите, вот какое место, говорит, вот меня зацепило, но я не понимаю, но оно меня держит, я не могу уйти. Иоанна 1 глава, Евангелие 30, 35 стиха, на другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и увидев ведущего Иисуса, сказал, вот агнец Божий, услышав от него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись, увидел их идущий, говорит им, что вам надо? Они сказали ему, Рави, что значит? Учитель, где живешь? Говорит им, поедите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет. И прибыли у него, и пробыли у него день тот. Было около 10-го часа. Причем здесь около 10-го часа. Идет об одном повествовании, было около 10-го часа. И все, ну как бы, где живете? Ну типа, какой учитель, где живешь? Учитель обворачивается, ну на первый взгляд, я говорю, на первый взгляд, просто вот как бы. Учитель обворачивается и говорит, что вам надо? Где живешь? Ну как, было около 10-го часа. То есть, ну когда мы смотрим и говорим, Господь, здесь что-то есть, открой нам понимание, дай понимание. Тогда мы начинаем понимать. Утром рано, Иоанн говорит, вот агнец Божий. Почему? И они последовали за ним. Двое учеников Иоанна встали и пошли за ним. То, что происходило, раньше Иоанн объяснял этим своим ученикам, что он не достоин даже обуви развязать. Что он уже посреди нас. Он видел голубя, духа сходящего на него. И не просто сходящего, потому что для ветхого человека это было понятно, что дух сходил. Но не было совсем понятно пребывающего на нем. Сходил, это и раньше дух святой сходил. Но не пребывал ни на ком. А здесь сошел, он видел, но не видел, чтобы он ушел. Он остался с ним. И поэтому это слово было вообще непонятно. Но ученики Иоанна слушали внимательно. И он говорит, я даже не достоин развязать времени на обуви его. Что это такое? Были слуги, которые делали все дело. Но, когда развязать ремень, это не мой слуга. Если у меня был слуга, это слуга не должен делать. Потому что это была настолько низкая работа, что все равно чужому ребенку попу вытереть. кто-нибудь делал из вас? Своему в удовольствии, раз. А чужому, когда... Да. И поэтому вот эта работа, что раб не мог делать. А Иоанн говорит, я, вот эти люди идут ко мне не потому, что я великий, но потому, что я предтеча того великого. И из-за того великого эти люди идут ко мне. И когда он явится, вы узрите, он будет крестить. Я вас крещу в воде, в очищении, а он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Он с восхищением говорил о том, кто стоит впереди его. И теперь, когда он при этих учениках с восхищением говорит, вот этот аргнец, они безмолвы, он настроил их следовать за ним. И они пошли за ним. И когда они пошли за ним, когда ты прикасаешься к какому-то великому, я помню, когда первый раз там разговаривал с Карлом Густовым, с Ульфековым, с Бенихином, мне хотелось пылинки поздувать с ним. Когда поздоровался без Бенихина, первый раз, я неделю руку не мыл. Дувал помазание. Осталось такое. А потом, когда Бог открыл его наготу, я на Бога обиделся. А потом Бог показал, говорит, он просто Херувим. Говорит, видишь, я поднял тебе его крылья, а он воняет. Он Херувим. Слава не в Херувиме, какой бы он ни был. Слава в Христе, тот, кто восседает на Херувиме. Тот, кто восседает на Херувиме. И поэтому, да, в какой-то период времени мы все вот так вот как бы держим. Но именно в том есть сила, что Христос был не такой, как некоторые великие помазанники. Христос, эти следуют за ним издалека, они боятся. Они видят, он великий, величественный. Он обворачивается, он первый заговорил к нему, к ним. Он видит мысли и их сердец. Христос, имя Его. И он поводачивается к ним. Что вам надо? Потому что за Иисусом следовали из-за того, чтобы поставить царем Иисуса. Для того, чтобы мне было хорошо, ели хлеб, насытились, для получения карьеры. Приходи к Богу, тебе будет хорошо. Посмотри на пастыря, на какой он машине ездит. И ты будешь крутой. А что ты бомж манючий? Иди к Богу. Будешь. Халилуя. О, Иван. Ну, какой это Иван. И поэтому Иисус задает нормальный вопрос. Что вы хотите от меня? А они отвечают. Неглупый вопрос. Вот это, что нам перевели, где ты живешь, он говорит, мы хотим к тебе домой. То, о чем мы хотим тебе задать, мы не можем мимоходом поговорить с тобой. Нам надо иметь, мы хотим иметь с тобою близкие отношения. Или к нам почти домой. Говорит, давай к тебе домой. И потом, когда Иисус говорит им вот эти слова, пойдите и увидите. Он говорит, нам надо посидеть и потолковать. Нам надо о том, о всем пойдите и увидите. То есть, приходите, будем размышлять, будем говорить. Я открыт для диалога. Бог открыт для диалога с тобой. Бог ждет. И поэтому Иоанн, откуда знаю Иоанн? Потому что, ну, кто мог такие детали помнить через 70 лет? 70 лет прошло, когда он пишет Иисуса нету. 70 лет прошло, а у меня только 30 лет прошло. Я помню, когда Иисус пришел ко мне, это было 6 часов утра, Он зашел в камеру, пришел в камеру ко мне, забрал у меня наркотик, забрал у меня чефир, забрал все. Сказал, слушай, я люблю тебя. И я упал и плакал. Целый день я прожидал. Я видел, кто такой. пришел ко мне, который забрал мою сквер, забрал, я не могу забыть. И через 70 лет я буду помнить 26 декабря, 82 год, 6 часов утра, когда первый раз Христос, я вырос в церкви, я играл под столом проповедников до определенного возраста, потом меня начали, я помню, забирать под стола, как я ребенка своего. учить сидеть, славить Бога. Я вырос, но я не любил Бога. Я видел Его образ. Я мог рассказывать о нем, когда я укралюсь, или мака объемся в зоне, и меня начинает прет. Знаете, знаете, о чем я рассказывал людям? Об Иисусе. Я рассказывал им об Иисусе, я ничего больше не знал. Я вырос в церкви. Мне вместо сказок читали детскую Библию. Меня за то, что я пойду к соседям посмотреть телевизор, меня очень долго и сильно наказывали. У нас висел широкий ремень, такой армейский, и я должен выбрать ремень или розгу. Если я розгу или ремень спрячу, меня за это уже наказывали. Поэтому меня вбивали в Евангелие силою Духа Святого, метрою доброю, переполненным. И шесть лет оно не работало. Но Библия учит, значит, настав юношу в юности. Там не написано, когда я буду в зоне, когда я буду молодым, красивым, симпатичным, сильным, там об этом ничего не написано. Написано, настав в юности. И когда он и состарится, он будет плодовитый и сочный. Мы думаем, что они никогда не дойдут. Вот меня наставляли. Но то наставление мои напарники, мои подельники, мои семьянины, они поумирали. Кто-то от передозировки, кто-то от наркотика, кто-то от болячки, кто-то крыша поехала и назад он, как бывает у нас в церкви, в пост ушел и не вернулся. И то же самое там. Пошел, угололся и не вернулся назад. Где-то на психушке его искололи и все. А меня наставления в детстве помогали мне жить. Когда мне плохо, то я кричал к Богу на весь бодрак. Иисус, Отче наш, Сочи, на небесах досвятится имя. Я видел, как дед изгонял бесов. Я видел, как дед. Я брал таблетку, молился за нее, призывал кровь Христа, пил и ожидал, что она победит во мне. Здравствуйте, фу, слава Богу. У меня был платочек, за который помолились в Таллине, в этом движении. Мои сестры поехали, отвезли платочек, помолились, привезли мне в зону. У меня платочек. И когда я передозировку сделаю, я умираю, я хватаю этот платочек, ложу на сердце. Фу, слава Богу, я не умру никогда в жизни. У меня есть воля от Бога, я еще ее исполнил. И теперь я думаю, все, мне можно, им нельзя никому наркотики привезти, а мне можно, у меня есть жизнь. У меня есть Евангелие, у меня есть жизнь. Я не умру. У меня люди не понимали. У меня кличка была Святой. А сегодня просто Святой Сергей. А тогда было просто Святой. И тогда, когда я прикоснулся к Богу, это было, как Иоанн говорит, около десяти часов. Представляете? Мы провели с ним весь день. И этот день запомнился мне на всю жизнь. И вот теперь мне девяносто девять лет, а я помню это. Это было около десятого часа. И затем ниже мы видим все от размышлений о том, что Иоанна это там, где поможет тебе, если ты начнешь читать и не просто бегло пробежать, а сядешь и будешь читать. Господи, открой меня. Я хочу увидеть. Я хочу увидеть. Я не понимаю. Не переворачивай страницу. Сиди час, сиди два. Не переворачивай. Ты начнешь зреть Бога. Бог повернется к тебе, как к этим ученикам. И скажет, что тебе надо. И ты скажешь Ему, что надо. Он добрый Бог. Он обязательно повернется к тебе. Если ты повозначиваешься к Нему, Он видит твое состояние сердца. Он не отведется от тебя, Он повернется к тебе. Он спросит, что тебе надо. Что тебе надо, сын, дочь, что тебе надо. Что ты хочешь. Он говорит, ну почему ты раньше ко мне не приходил? Почему ты всегда бегал мимоходом? Почему ты не заходишь? Я сейчас хочу болеться за тех людей, которые приняли решение в своем сердце изменить свою жизнь. Поставить свою жизнь на четыре Евангелия. Начать сматриваться в этот образ, чтобы зреть Христа. Если ты чувствуешь, что да, ты не находил времени, ты не мог это делать, но сегодня ты, я принимаю решение. Я отказываюсь просто, даже то, чтобы смотреть там какие-то книги. Я хочу увидеть Дух Божий в этой Евангелии. Если это ты, встань на свои ноги. Если это ты, просто встань на свои ноги. Я хочу молиться сегодня. Молиться, чтобы Бог пришел по милости своей и ответил на все твои вопросы. Тебе твоя жизнь изменится. Ты станешь счастливым человеком. Все свои проблемы прошлого, на которых ты, на зачарованиях, из-за которых ты казнил, бичевал себя, вдруг они превратятся в твоей жизни в славу Божью. Вдруг ты начнешь понимать, что это как я. Я стыдился, говорит мне, моя жена запрещала говорить, еще расскажешь на проповеди, что ты сидел. Я встану и уйду. Ты не можешь. Ты позоришь меня. Ты позоришь всю церковь. Ты зэк. Перестань. Я говорю, придет момент. Вы сами увидите, что это во славу Бога. Что это для славы Божьей. Да, я, может быть, и сам стыжуся. Да, может быть, мне и самому нехорошо. Но я возвещаю имя Его. Я говорю о том, где я был и откуда Он меня поднял. И поэтому придет день. Ты поймешь, когда ты начнешь зреть Христа, что сила Божья, она в слове. И когда ты начинаешь ее зреть, она входит в тебя. И она является через тебя. И ты больше не будешь тем, кто ты был. Закройте свои глаза. откройте свое сердце перед Ним. Скажите свое желание. Скажите Ему свое желание. Дух Святой, коснись. Дух Святой, коснись. Дух Святой, коснись. Пусть этот сад светет. Божья, возлюбленная Твоя оживет. Начинает плодоносы. Так, как ты хочешь, Святой, всемогущий. Начинай просто говорить Ему громче. Начинай с Ним говорить. Закрой. Пусть все умы для тебя сегодня. Пусть. Просто не жди, что я там помолю за тебя возле рук. Не жди. Просто открой свое сердце. Он коснется тебя. Он не пройдет мимо. Он знает все намерения твои. Он знает намерения сердца твоего. Хе-ла-м-ма-ха-я Баба-ди-калак. Лей-ла-бад-джа-ла-бах-а-я Хе-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е.